Привет! Что вы читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Светлана Тюрина. Марина Степнова – современный писатель. За свою карьеру автор реализовался как писатель, прозаик, сценарист. Ее романы охотно печатают литературные журналы и переводят на разные языки. В этом выпуске я расскажу про новинку фонда Дворца книги о романе «Хирург». Этот роман вошел в лонглист премии «Национальный бестселлер» и уже сравнивается с романом «Парфюмер» Патрика Зюзкинка. Роман «Хирург» – это история про молодого хирурга, которая приобретена с историей пророка и хозяина крепости. Оба влияют на судьбы людей, изменяют их и оба считают себя людьми высшего общества. Но единственное, что их может поразить – это человеческая земная красота. Часть третья. Деяние. Краевой разрез. Отделяем хрящи кончика носа от вышележащего наружного кожного слоя. Вот так. Почти до конца. Крови совсем мало. На операциях почти никогда не бывает крови. Точнее бывает, но эта кровь укращенная, не страшная. Ее мгновенно впитывает разумное, многорукое, тысячиочитое и жестокое существо, в которых превращается на время операции хирургическая бригада. Камилюлярный разрез начинает оголять наружный слой хрящей, который формирует кончик носа. Хрящи желтые, солнце белое, кровь красная. Слишком много крови. Две столовые ложки кровопотери за двухчасовую ринопластику считаются хорошей рабочей нормой. Хрепунов никогда не тратил так много. Что за глупости? Причем тут гуманизм? Ему просто не нравилась кровь. Она была чересчур живая, для того, чтобы выглядеть гармоничной. Мешала. Бровь чуть-чуть поднимается, судорога, недовольство пронизывает операционную и хрепунов физически ощущает, как поджимается и леденяет спины окружающих его коллег. Никаких баб в операционной. Лучшая хирургическая сестра – это 40-летний кандидат наук. 40-летний кандидат наук, который не умеет угадывать мысли. Неудачник и профессиональный идиот. Слишком много крови. Воздух звенит от молчания. Лиловый скальпель, яростно воздев в стерильное небо. По виску со скоростью ледника ползет торжественная капля пота. Наконец, из ниоткуда возникает проворная глянцевая перчатка. Виновато суетиться, восстанавливает идеальный порядок. Его собственные пальцы не могли бы управиться быстрее. Впрочем, здесь все пальцы его собственные. Через секунду мир вновь замирает в точке золотого сечения. Хрепунов возвращает бровь на место и слышит, как операционно, беззвучно и облегченно переводит дух. Больше ни один из них не посмеет сбиться с синкопического ритма. Ни один не посмеет вести себя, как живое самостоятельное существо. Это потом, в ординаторской они распадутся на отдельные части, будут жрать спирт, перешучиваться и нудно грызть друг друга за случайные промахи и чертовы привычки. Над столом затянутые в зелено-лиловую форму, безликие, безмолвные, безотказные, они всего лишь нейроны и рецепторы одного единственного бога, безжалостного и всемогущего, имя которому – Хрепунов. Продолжаем отделять наружный слой. Ножницы на миг замерли на вершине правого хряща, у самого кончика носа. Тихий скрип, как будто опасной бритвой, распарывает натянутое мокрое полотно. Хрепунов знает, что никакого скрипа нет, это обман, просто его глаза видят, как сталь освежевывает лицо и подкладывает под картинку подходящий звук. То же самое испытывает женщины, когда в примерочной прижимают к груди новые платья и самые верят в то, что красный оживляет, а черный стройнит. Кстати, на операционном столе перед Хрепуновым почти всегда женщина. Ему нравится оперировать женщин, они ближе к гармонии, в них еще можно найти хоть что-то красивое – поворот шеи, разрез глаз, линию скул. Насчет скул, впрочем, он погорячился. Правильно вылепленных женских скул почти не бывает в природе. Скулы – это основа, скелет истинной красоты, именно от них зависит все остальное, включая судьбу. Но иногда неправильные скулы, как волшебно падает правильная тень, что Хрепунов чувствует себя почти счастливым. К сожалению, всего пару секунд, не больше. Хотя, кто знает, может быть, дольше просто не выдержало бы сердце. С мужчинами таких метаворфоз никогда не происходит. В массе своей мужчины неинтересные уроды. Хрепунов честно не понимает, зачем они нужны. Впрочем, по большому счету, женщины не нужны ему тоже. Он выше этого, он выше кого угодно. Когда операция закончится и оставленные им раны стиснут идеальные ровные рты, в мире станет чуть-чуть больше прекрасного – на одну каплю. Но когда-нибудь Хрепунов не сомневается, он соберет эти капли в одно идеальное лицо, и тогда в мире снова воцарится Бог. Кожа, микрон за микроном, продолжает отслаиваться. Теперь видны носовые кости, и если мысленно удалить с лица оставшуюся мякоть, легко представить себе, какой из пациентки получится череп – припаршивый. Судя по вдавленным вискам и бульдожей челюсти, она классический висцертоник – жирная, плотоядная, жизнерадостная, сорока с лишним летняя свинка. Хрепунов знает, что получив новый нос, она непременно вернется на амбе, на пластику, липосакцию, блефаропластику, мамопластику или мастопексию. Директорши, председательши правления, главные бухгалтерши, выбившиеся в деньги, задорные инструкторши райкомов и обкомов – они обычно не заморачиваются терминами, а прямо так и заявляют. Доктор, подберите мне брюхо и сделайте модные сиськи. Хрепунов делает и отсасывает и подбирает. Эти тетки нравятся ему больше анемичных моделей, модных любовниц и заезженных актрис. Теток интереснее оперировать, с ними интереснее болтать. Они чудовищны, самостоятельны, полезны, вездесущи и, отслюнив за осуществленную мечту котлету наличных, наивно норовят сунт доктору коробку конфет или коньяк, родом еще из советской системы бесплатного здравоохранения. Хрепунов помнит, именно такие тетки сделали его тем, кем он стал – богатым, преуспевающим и модным человеком, столичным хирургом с клиникой и репутацией. Но каждый раз, надрезая им кожу за ушами или орудуя в их сальных валиках крошечных хрипящих конюлей, он жалеет, что не может пересадить им новые мозги. Сначала перед нами предстает маленький мальчик Аркаша из глубокой провинции, из самой простой семьи, где удручающая бытовуха – это норма, где никто не хочет учиться, где на улице гуляет шпана. Неудивительно, что Аркадий нашел свою отдушину в местном морге, где работает его дядя, отличный хирург. Затем наступает взрослый период, где перед нами предстает Аркадий Хрепунов, который успел стать талантливым пластическим хирургом. Не просто хирургом, а творцом. Скальпель номер 15. Тыльная часть носовой перегородки. Кость скальпелем, к сожалению, не возьмешь. Ее стачивают долотом и доводят до ума рашпилем. Перед лицом, перед Хрепуновым, зияет черно-окровавленная дыра. Костная пирамида чересчур широка. Нужна коррекция обширной открытой крышки. Клиентка платила за узенький носик. Хрепунов пытался объяснить, что узенький носик на физиономии коренастой пожирательницы макарон будет выглядеть... Хосподи, Аркадий Владимирович, да не могу я больше жить с этим горбом. Сделайте шоп, как у клавки шифер, а я вам в лизинг и карусов дам. Да почему ж не нужны? А из знакомых кому? У меня самые прямые поставки. Шифер, безусловно, повезло. Ее носик достался ей без остеотомии. Снизу вниз дополнительной медиальной косой остеотомии. Двухмиллиметровое долото, крошечный надпил. Как маленьким лобзиком. Еще один. Хрепунов мягко кладет пальцы на обнаженную переносицу клиентки и прикрывает оранжевые глаза. Воздух вокруг него густеет и становится стеклянным от жара и напряжения, как в апокрифах. Он больше не человек. В его пальцах нет ничего человеческого. В операционной все это чувствует. Даже те, кто оперирует вместе с Хрепуновым по 10 лет. Раздается долгий, отвратительный, беззвучный хруст. Перелом по типу зеленой ветки. Хрепунов разжимает пальцы и, не отрывая глаз, улыбается. Они не могут видеть этого под маской. Но они видят совершенно неподвижные веки, спокойный лоб и сквозь слои стерильной ткани, крупные, выпуклые белые зубы в треугольнике растянутого оскаленного рта. Один молоденький перспективный аспирант, мечтавший о пластических лавров и с боем прорвавшись на знаменитую Хрепуновскую ринопластику, почувствовав эту улыбку, упал в обморок. Остальные просто сжимаются и опускают глаза, изглатывают тошнотворный комок, как будто самолет ухнул в воздухе во временную яму. И нет уже ни операционной, ни кресел, ни пробежавший по проходу многостюардессы. Только смуглый мальчишка сидит на солнцепёке в мохнатой, нездешней пыли и лепит грязными пальцами неуклюжих глиняных воробьёв. И поднимает голову и смеётся, и даже через тысячелетия невозможно разобрать, что у него за лицо. Наконец, Хрепунов поднимает веки и обводит операционную бригаду спокойным взглядом. Вряд ли он хоть что-то заметил. Перелом по типу зелёной ветки для пластического хирурга – обычнейшая манипуляция. А что у Хрепунова она всегда получается с микронной точностью и без малейших осложнений? Так профессор Гроссман на лекциях по общей хирургии частенько говорил, коллеги, извольте больше упражняться и меньше ковырять своим рабочим инструментом в неподобающих местах. Я имею в виду пальцы и нос, коллеги, исключительно пальцы и нос. Хрящевые трансплантанты, чтобы предотвратить спадение верхнелатеральных хрящей. Тыльный трансплантант, два боковых. Операция идёт своим ходом. Все давно забыли о смерти демонах и воробьях. В конце концов, ни к чему не привыкаешь так быстро, как к настоящим чудесам. И только анестезиолог, крупная изнеженная оса, платентный педераст и рериханутый бытовой сатанист, всё томится у своих аппаратов, бормоча проблажен тот, кто был до того. Он давно заметил, как аномально быстро отправляются от операционной хрипуновские пациентки, как идеально заживают их идеальные швы. Душка просто волшебник, золотые руки, лепечет московские барыни, передавая друг другу скромную хрипуновскую визитку. Когда вы сделаете своих одним, и когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю сторону, и верхнюю сторону как нижнюю сторону, и когда вы сделаете мужчину и женщину одним, чтобы мужчина не был мужчиной, и женщина не была женщиной, когда вы сделаете глаза вместо глаза, и руку вместо руки, и ногу вместо ноги, образ вместо образа, тогда вы войдете в царствие, шепчет анестезиолог. А вот что говорят читатели об этой книге. Неожиданно интересная, читается на одном дыхании. Автор сначала глазами мальчика, а затем успешного специалиста. Какой слог, буквы, нанизанные на ниточку оставляют чувство восхищения словом? Марина Степнова настоящий мастер слова. Книга Марины Степновой поразила меня до мозга костей. Очень хорошо продуман сюжет, практически не к чему придраться. Повествование построено хаотично, что и привлекло в мое внимание. Но все события оказываются связанными друг с другом. Каждое воспоминание главного героя оправданно используется в тексте. Хорошо передана атмосфера, как окружающего мира, так и сознания главного героя. Безумно жаль всех пациенток его клиники. Над ними смеются, издеваются и шутят. А история девушки Ани режет без ножа, точнее режет скальпелем хирурга по молодому беззащитному лицу в стремлении обрести совершенство. Что же происходит на хирургическом столе, можно узнать только прочитав книгу. Найдете вы ее в центре чтения Дворца книги. А вы читали Марину Степнову? Делитесь в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok